сегодня 25 января ранее утро вот мы тут печку достопили уже какая печка у нас хорошая горит рыжая вот рыжая сидит попросим надежду васильню заснять мой вопрос и гнатью тихоновичу интересный вопрос на тихо и доброе утро доброе утро это ответьте на вопрос такого рода подожди-ка мореечка сейчас я у меня тут родной говори упоминая о преимуществе жизни в деревне потеряевка вы прилагаете еще тот плюс что там очень когда дешевые похороны практически бесплатно у человека труп захоронят так ли важно это на самом деле еще себе неважно я смотрю там много только роликов где-то как это все делается в миру как хоронят ни где такого обирательства нет как здесь похоронить надо как у людей люди говорят и поэтому ни перед чем не стоят и вот это фильм есть называется 12 у михалкова никита сергеевича тут об этом говорит да он хоронит доберет до лишние вот допустим им надо взять но как они делают могилу выкопали туда целлофан рассилает и воды наливает там маленько что видно было то люди приходят вода а уже договорились они что люди то будем еще же в воду то вода ну а я сделал это вода а что разве есть сухо ну конечно нету тут есть соседи там вода не вышла но не буду же я давать то но нельзя мы имя как-то надо сказать они после обеда хоронить будут и а уже договорились это бабка подошли это там могилу выкопали по на возвышение и там воды нету но не бабки там отцепят там 100 рублей это 50 рублей ей достаточно а эти говорят нет это очень дорого родственники сайду еще дорого то понимаете вот это это на нас могут напасть могилу в другом мы даже эту могилу-то как будто отдать а у них там целлофан это сухое место вот а сколько стоит 80 тысяч 80 тысяч до нужды нету 80 тысяч ну и они сразу тогда туда а это здесь следующая опять раз также одна могила у них как бы выручалочка есть или так бывает ворота запирает и прямо в интернете все показывает похоронить нельзя и приехали с гробом стоят родственники но один там додумался трос подставила рванул ворота там еще распахнули скорее и заехали автобусом то есть ни перед чем не останавливаются кладбище эти и такие деньги платят самое дешевое сжигать кремация это запрещено у христиан и но однако есть там заталкивают в гроб и оказывается не так и просто по-настоящему это не массово сжигает а чтобы пепел достался именно этому это другое но он не больше трех засу за рабочий день сжигают температура там 750 градусов целый час надо печь разогревать там ну там видимо делают не так думаю что не две сжигает их там тысячи не надо говорят вот так дорого но все равно деньги берут и гроб когда заказывает и как эти которые похоронное бюро как они друг за другом и каждый что-то говорит как обманывают и те которые в больнице сообщают сразу кому как о сейчас постараюсь может быть найду я похороны называется вот минуточку глянуть чтобы я это видел так смотреть даже сразу как хоронить мусульманина как не влезть долговую яму вот посмотри вот посмотрите сколько вот здесь я потом открою государственной похороны как узбекистан прощался с исламом каримовым на глубину двух метров почему хоронят мертвец лежит хадиса похоронах как быстро хоронить вот похорона михаила державина я похоронили заживо как спастись если тебя закопали вот я об этом говорю как спастись надо посмотреть ну зеркало надо было подставить и она запотела бы задорно прощально ну и проще в крыму прошли похороны такого то там то другого а вот это если глянуть обманщики ну-ка все тут такое похороним в лучшем виде у нас что не гроб то огурчик обещают московские ритуальные агентства главное чтобы были деньги а это ни одна и не две тысячи рублей стоимость похорон доходит до нескольких миллионов причем только за место на кладбище хочешь быть погребен поближе к дому чтобы родственники могли в любое время посетить могилу будь добр выложить за место на ваганьковском кладбище например круглую сумму которая сопоставима со стоимостью новой квартиры в москве нет таких денег добро пожаловать замкат и никто не гарантирует что приличное на первый взгляд похоронное бюро не окажется очередной аферой в столице есть целый класс мошенников которые паразитируют на ритуальных услугах обманывать убитых горем родственников несложно да и прибыльно как отдать последние почести родному человеку и не остаться в долговой яме на всю жизнь специальный репортаж нашей программы 85-летнюю нину диамидовну чуть заживо не похоронили вместо врача пожилой женщине приехал и вот что они как делают что теперь перейдем к тому да дорого да ужасно сколько их там нацеплялось к слову сказать у нас неделю назад тут магазина ритуальных там принадлежности сгорел как он горел я еще сходил туда заснял и показал кто-то видимо поджег это невозможно хоть ту же минуту разорят сам в гроб ложись и ничего нельзя сделать земли нету нету гроба нету нету они сделают так что ты и жаловаться некому и что интересно подавали в суд потом совершенно раскопайте в другое место уже похороненное и те которые там судьи где они все за ним еще дадут взятку ему там два миллиона ясно дело тут не устали не устоять то однород черпи рк деньги в кармане а человек стоит что делать там мать у меня похоронить и не могу никак уже второй раз и потеряевки не так во первых раньше там были у нас два кладбище людей это было больше 400 там никогда не жила потеряевки поза по старым записям мужского женского населения и березовая роща дальше глина то есть это как в саркофаг там не вода не проникает ничего сухое место и там малина растет крыжовник смородина черемаха там приходят люди и все привыкают к этому родственники свои в одном месте отдельно старобряческое и отдельно мирское ну там всех и те которые вот это открытая церковь тогда патриарши не называли а просто мирская не старобрядцы и там отдельно хоронили вот когда потеряевку стали восстанавливать вот наша бабушка похоронена была старобрядцы беспополцы кержаки мы теперь все там хоронят все которые приезжают сюда уже они патриаршие там а на том кладбище никто не хоронить жители то нету мы и тут нужно сказать власти смотрят здорово хотели нас куда-то туда на элбана отправить километра за два там кладбище сделать а вокруг лога не подойти ничего почему главное сухой ягодок у нас глина 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 да глина глиняный замок а я строитель знаю она не промокаемая глиняный замок то но и так все оставили по проекту сколько стоит нисколько на доски какие-то нашел какие там доски что из колки досок там собьют и дальше сами копают ни рубля не платится не рубля и поэтому нас знакомой была вдовина она петровна она инвалид детства была член нашей общины и как как только умерла ее сразу забрали, ну ей там 80 лет, допустим, было, 70 с чем-то, и сразу к нам привезли. Привезли, похоронили, все. Приезжали основатели Потеряевки, правнуков их, Иван Нефантьевич, даже написали Инфантьевич, кто-то там заказывал, вот, и похоронили здесь надписи. Кроме того, что дешево, все свои искать легко. Слава Иисусу Христу! Проверяют меня, как я живой, нет, сестра старшая. Такое попросил каждому в 6 часов утра. 6 часов сейчас точно в 6, да. Ну и похоронить-то похоронить, да как, гроб не обивается никогда. Зачем это? Ну, может, кто-то пожелает, это его дело. Дальше ставь оградку. Ну, принято так. Оградку можно так сделать больше, и родственники рядом будут. Ни рубля, ни за землю, ни за счет, ни за похороны, никаких там, которые приходят из похоронного бюро, и там все назначают, и близко, чтобы было, то есть в Москве, не за Москвой на 100 километров, а именно здесь, рядом. И важно то, что в родительскую субботу священник у нас, пока есть священник, совершает там молитвы, молебен, и все это у нас заснято и показано. Дешевое. Это очень, это непростое, очень много. Вот у Виктора Андреевича, мама, она была член нашей общины, она умерла, туда привезли, там похоронили. Он приезжает, когда потеряю, сразу на могилу к матери. Мы тоже, свободное время, я на велосипеде поехал на могилу матери, помолился, вспомнили все там, и все. А рядом тут на могилах малина растет, там у меня скворечники висят, скворцы поют, и... Ну, хорошо. Хорошо, и это не просто так. Главное, на руках несут. Тут еще нет, а бывает, я на машину поставил, и гроб тут рядом. А у нас, я не знаю, сколько, ну километров-то нету. Нет, ближе намного. Там, может быть, метров 600. С засады только вышел тут. Березовая роща. Тут и похороны. Ну, я не буду говорить, что езжайте в Потеряевку, тут хоронить дешево. Ну, получается так, по неволе, ну, говоришь. Ну, надо все говорить. А как роддом? Ну, никак. Все рожали, никаких роддомов никто не знал. Моя мама рассказывает, и кого рожать? То ли меня, то ли кого-то, говорит. И настоялись, чтобы она поехала в район Тюменцево. Очень похоже или сестру мою, или меня. Потому что остальные уже родились в Потеряевке. С поселка Карповка. И туда. И она сидела, и слышит, как баба разговаривает. Что, оказывается, бреет место, где ребенок будет появляться. Бреет. А то чужой будет смотреть. Мама моя потихоньку вышла во двор. И на первой телеге, которая ехала на Карповку-то, она, говорит, я засыпилась за нее, там помогли, залезла домой. И домой уехала. Больше никогда не была. Всех рожали дома. Никакой подмены, детей, ошибок не было. Всех. Айтихудов, бедного мамы нашей было 12 ребятишек. Двое в младенчестве уберли. А остальные, это все были живые. Она мать-героиня. Десять детей воспитавшая. Это важно, как рожать? Да, важно. Вообще копейки не стоит. Тут хоть какие-то доски надо. Стружек накладут. Остальное там прикроют. Сами выкопают молодые люди. А бывает так, старое кладбище, кости. Никто их не выбрасывает. Обратно тоже сверху положили. И все. Кладбище-то старое. Нынче, в 18-й год, у нас исполняется 200-летие Потеряевки. Конечно, поселились раньше, но в списках, когда земля была наделена, там кадастровые номера давали какие. Вот это ровно 200 лет. Ну и Потеряевке будет 27 лет, как начала восстанавливаться. Это маленькое такое дело, очень важно. Сколько суеты. Вот деньги на похороны. Это я даже не знаю. Это в городе. Деньги на похороны оставляют. А в деревнях было одеяние. Одеяния. Специально откали такое. Смертное платье называлось. Они примеряли, знали. Для доски, чтобы не тратиться. Брали большое бревно сосновое. И называлось домовина. Ну, как колода. Ее выдалбливали. Он еще в силе был. Ее долбил и долбил. И, наконец, колоду эту сделал. Она, конечно, тяжеловатая. Ну, как коноэ. Вот как лодку Робинзон Крузо делал. Из дерева выдалбливал. Так и этот. И он стоял где-то в сенях у них или в сарае. И все ходили. А еще до дедушкина домовина. Никто не боялся. А сейчас гроб-то поставь. Как человек-то будет шарахаться. Ну, это так. Время-то. Совсем другой имидж. Привязанность к этой жизни. Животолюбие. А тогда так перебирает. Она там у нее стоит ящик. Ну, сундук. Окованный такими полосками железа. У нас такой был. В два пальца шириной весь. Чтобы не рассыпался. И там на дне лежит всегда. Вот такое. Из серого полотна. Самотканное. Хорошее считалось. А это что? Да это мама моя тут приготовила. Или отец себе. Время шло. Брали. Одевали. И когда вот начали эти коммунисты-большевики. Ленинские выродки. Приходить. Все грабит. Раскулачивать. Так у наших стариков-то. И смертное платье забрали. Лежало. Все подряд. Говорят. Ложки. Поварешки. Все отняли. И выгнали из дому. Это попутно сказать. Вот теперь тебе гроб на улице. Зима. Выкинули из дома в деревню. Вот вообрази. Что делать дальше? Дед лопату только видно выпросил. Откопал баню. Снегом занесло. И в баню залез. Значит. Мама моя с ним. И три сына. Макар Филарет Умануил. Родная родина мать. Идите защищать. Война началась. Все трое ушли. И как свидетельствует. Были артиллеристами. А до этого были бригадирами. Ребята. Дед рослый был такой. Вятский. Цокол. Говорил. Ц. Ц. На ц. Все. Скажет. Все. Паря. Пришел. И вот их взяли. Все погибли. Погибли. Родина мать вспомнила. Сказать даже страшно. Это родина мать. Это не родина. Это злая мащиха так не поступала. И дед не кулак. Никогда работников не имел. Ничего. Просто грабь и убивай. Конечно. И ниже зажиточный был. Простой крестьянин. Чего у него было-то? В огороде сажал, да. И вот такое дело. Вот этот ролик-то сейчас открыл. Я его не буду показывать. Один час семь минут. А таких вот услуги в принудительном порядке. Услуги в принудительном порядке. Вот заголовок. Цена скорби. Дорого умирать. Мастера похоронных дел. Осторожно, мошенники. Вот я сейчас, ну, может быть, это и есть. Все это смотрел я. Кому горе, а кому наживо. Как модный стилист Влад Лисовец стал жертвой кладбищенской мафии. В этом нет никакого милосердия. У этих людей нет, мне кажется, ничего святого. Жуткие проделки могильщиков. Как они зарабатывают на чужих памятниках и могилах. Стирали, знаете, это старую надпись, перебивали. Вот, и ставили другому человеку, продавали. В ритуальном бизнесе крутятся огромные деньги. Здесь раздолье для мошенников всех мастей. Об этом смотрите прямо сейчас. Провожаем в последний путь. Не надо плакать, надо платить. Звонят, откройте дверь. Вот видите как. Пункты обмана. Осторожно, мошенники. Ну, сколько-то. Вот, даже сказать нельзя. Это ролики, которые явно... Показывай, Татай. Ты чё у меня? Ещё показали. Ритуальные услуги. Пока не сыграл в ящик. То есть заботиться о себе. Перепутали бабушку. Похороны Игоря Кваши. Похороны Леонида Ильича Брежнева. Ну, тут похороны бабушки Оли. Похороны моей любимой мамы Дарьи. На которой, то есть это... Крымск специальное расследование делают. Вот здесь, в Петербурге похоронили такого-то. Крестного отца. Экстренный вызов. С кладбища обратно в морг. Вот так. Похороны. Похороны, похороны. Это тема такая. Ой-ой-ой-ой-ой. И вот это. Умершая очнулась на своих похоронах. Прямо в гробу очнулась. То есть, такое бывает. Мы говорим именно о трудностях похоронить. В деревне, когда все свои. Вот тут, ясное дело, выбирай где угодно. Ну, где я подошли. Отец Аким стоит, а мама там похоронена. Я говорю, я вот с этой стороны. Он говорит, нет, я с этой. Я говорю, ну, тогда договорились. Кто раньше умрет, тот и ляжет рядом с мамой. С одной стороны и с другой. Охота. Она была молитвенница такая. Мы верим, что она спасенная. Она причащалась, исповедовалась до конца. И интересно, что вот когда умерла мама наша, у нас одна улица, пока одна. Бог его знает, как дальше будет. Ее как назвать-то? И мы решили назвать ее во имя нашей матери. Имя Марии Лапкиной улицы. Ну, и подали справку. Написали, что она мать героиня. Жена инвалида отечественной войны. Воспитавшая, родившая там 10 детей. И она приехала при начале восстановления Потеряевки. Буквально с первого дня тут была. И тут она умерла. Тут же работала, она жила, вернулась на свое место. И там не стали сопротивляться, ничего. И установили так. Район ответил, утвердили. Дальше в край. И теперь улица так и называется. Уривца Марии Лапкиной. Ну, там какая улица-то? Одна пока. А дальше будет видно. Вот. Алчные сотрудники похоронных бюро. Где они там. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Тут, если ткнуть, то за каждым еще тут сотни роликов где-то. Потеряевки дешево хоронить. И это хорошо. И это положительно. Так и было всегда. В городе что-то найдешь. У нас вот Дочерницкое кладбище. При нас уже, я не знаю сколько там, ну лет, там 25 может быть. А то и этого нету. Выделили участок за городом. Балековато. Ехать надо. И лесы, и лес тут, и как-то все с клонами идет. Видимо, не распахано было. Не поле было. А сейчас поле отодвинули уже, и от чьей там колхоз был, что землю отхватили, и огородили высокая ограда, сплошняком туда не перелезешь. И конца края не видать сколько. Умирает ежедневно более 150 тысяч человек. У меня устарелые данные. Может быть, лет 20 назад я переплетом занимался, и похоронное бюро привезли мне на автобусе документы переплетать. И я знаю сколько. Ну, в среднем, около 40 человек в Барнауле умирает ежедневно. Ежедневно. Повторяю. И вот ежедневно столько людей, все это тратится и прочее. Вот мой ответ, почему это очень важно. Я там хочу быть похороненный. И даже у нас тут некоторые тут барнаульские заболели. Я говорю, вы завещание дайте, чтобы родственники не препятствовали вас там похоронить. Я от Алифтини Пантелейни в больнице сказал, не надо ходить, не надо ездить, не надо еще. Ну, я завещание сделал, чтобы не обмывали. Вот у меня похороны у меня составлены. Когда мы ездили в миссионерской поездке по другим странам-то, ну, я завещаю. Завещание составленное. Ну, у меня здесь есть оно. Это завещание. Даже мог бы показать, как составляется. Мог бы поднять здесь, но просто... Сейчас отгляну документы. И переведенные документы. Тут где-то есть похороны или нету? Награды, КЛМНОП, ОПА. Нет, наверное, вот здесь вот. Болезни. Документы. А вот где похороны? Или как название тут искать? Похороны. Потеряю. Покров. Нет, а как же? Ну, еще такое завещание. А вот хоронить как? Хоронить как. Вот я нашел. Хоронить как? Вот одно за другим. Это я здесь отсканировал. И вот они, документы. Воля и изъявление о достойном отношении к телу и памяти. Лапкина Игнатия Тихо, счастье, рождение. Все это зафиксировано. И это сделано в четырех копиях. На английском, немецком и французском. Вот после моей смерти не разрешаю изымать из моего тела любые органы и ткани в целях трансплантации, пересадки или для иных нужд здравоохранения. Желаю быть погребенным по православному религиозному обряду. Место моего погребения, вот это много, место моего погребения. Избираю родственную могилу моей матери, гражданки Лапкиной Марии Егоровны на кладбище поселка Потеряевка, Мамский район Алтайского края. Прошу похоронить меня рядом с матерью при наличии для этого необходимых возможностей. Дорогой будет привести. Формой погребения выбираю захоронение в гробу, в землю, в родственной могиле моей матери Лапкиной Марии Егоровны. На моей могиле в качестве надгробия с эпитафией прошу установить простой деревянный крест, на котором всегда должно быть заламинировано Евангелие для всех желающих обрести спасительный путь, указанный с Голговского креста Иисусом Христом. Исполнителем или исполнителями своей воли, изложенный в настоящем документе, назначаю при условии всех согласия, дальше перечисляю кто, такой-то, такой-то, его с обратной стороны. Вот теперь это, ну вот я тут расписался, какая статья, печать, это деньги строит. Виктор Андреев все это взял на себя, вот как хоронить. Сейчас я закрою, еще покажу. Ну у кого такое есть завещание? Не брать. Если я заболею, переливание крови запрещаю категорически. Вот это вот у свидетелей Бруклинской, это сторожевой башни такое есть, называя свидетели Иегову, но они и свидетели Иегову. И хоронить как? Вот документы, вот что-то тут. А это второй документ. Ну тебе показал, это самое. Еще что-то есть к этому или нет? Нет, наверное, да? И тут освобожден. Ну а тут у меня документы, как я освободился из лагеря. Я все документы взял с собой. Это мэр города, который написал, Баварин, что новый дом получили. То есть у меня документируют, с собой документы были. Я не знал, то ли я во Франции, то ли я в Испании умру. Мы по Европе ездили, когда не кругосветное путешествие. Ну 120 тысяч километров, это трижды по экватору земного шара. Вот мы заговорили сегодня о похоронах. Это очень важно. А почему? Я сейчас скажу, почему. Это помогает, постойка, помогает удержаться от греха. Вот сейчас я открою здесь. Ну, подошла рядом. Паля, Паля, что пришла сюда? Тебе тоже надо думать. Вот в этой, как ее хотел сказать, в Египте. Там бальзамация вот их была. Кошек нашли. Так, это что мне надо? Я неправильно сделал. Вот так найти Серахова. Неканодической книги. Помню, сколько раз сказано. Сто пятьдесят четыре. Ну, вон оно как. Оно не по одной книге. Серахов. Помни. Гнев не замедлит. Помни, что ты рожден от них, и что можешь ты воздать им, как тебе. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. Вот видишь, как Серахов, это тут надо семерку поставить в ворде. Семь тридцать девять. Во всех делах твоих, что бы ни делал, ни строился, я умру все это. И кому все это останется? В эту ночь душу тебя возьмут, у тебя. О смерти в раю было сказано. Смертью умрешь. Смертью. То есть о похоронах не сказано, а о смерти сказано. Ну, и о похоронах. В прах ты и в прах возвратишься. В прах. Не в печь огненную. Когда сжигают. Это страшное дело. Военные, Жукова. Где Жуков? Нету его? Сожгли. И которые в стену замурованы где-то, это все сожжено. Кремация называется. Церковь православная это запрещает. У патриархии специального уложения есть. Не радуйся смерти человека, хотя бы он был самый враждебный тебе. Помни, что все мы умрем. Все умрем. Вот она. Девять восемь. Я сейчас посмотрю. Не приберегай повестью. Мудрых упражняйся в притчах. Не радуйся смерти человека. Богу это не угодно будет. И он разрушит дела твои. Радуйся смерти человека. Это я только взял по одной, по Серахову. А если я это возьму по всем книгам, вот здесь выделю по Библии. Вот это намного больше будет. Ну все это не все, а в притчах Соломона-то можно было бы найти подобное. Помнить о смерти. Вот сейчас я скажу, что тут смерть. Сколько раз в притчах Соломона о смерти. Девятнадцать раз дом ее ведет к смерти. Сези ее к мертвецам. Это женщина, которая хватает тебя любить. Дом ее, пути, преисподнюю, нисходящего внутреннее жилища смерти. А согрешающий против мудрости наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Сокровища неправильно не доставляет. Ноже избавляет. Ну и прочее, прочее, прочее. Слово смерть надо узнать. А сколько в Библии встречается раз, чтобы помнили о смерти. Хоронить это другое дело. 394 в памяти нужно держать. 394 и не канонические. 136. 394. Это 400. 530 раз. 530 раз. Это много. Это фактически на каждый день по полтора-два раза почти. А на Бог напоминает доказ смерти. А еще умереть это отдельно. То есть больше. Несколько раз, но в 365 дней память о смерти. Вот заговорили о похоронах, видишь как, и где хоронили. Своё кладбище, как похоронить. Вот когда было, он покупал, похоронить. По-хоронить. Где это? А, я не канонический, а теперь во всей Библии. Похоронить. Как что свой участок должен быть? Господин наш, ты князь Божий. Вот он для этого посреди нас, лучшим. Из наших погребальных мест похорони. Это было, о чём речь не шла. А вот. Жизни Сариной, в бытие 23-й, было 127 лет. Старушка жила. Вот лет жизни Сариной. Умерла Сара, там-то, там-то. Пришёл Авраам рыдать по-старе и оплакивать её. Отошёл Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым. Хеты. Это мощнее государство было. И сказал, я у вас пришлес и поселение. Сдайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне, умершую мою, схоронить от глаз моих. Схоронить, не сжечь. Сыны Хета отвечали Авраам и сказали ему, выслушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей. Авраам встал и поклонился народу земли той сынам Хетовым. И говорил им и сказал, если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то вы послушайте меня. Попросите за меня Ефрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, собственность для погребения. Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых. И отвечал Ефрон Хетьяна Аврааму, слух сынов Хета, всех входящих во врата города, и сказал, нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле в пещеру, которое на нем, даю тебе перед очами сынов народа, дарю тебе ее, похороню умершую твою. А он же сидит, он говорит, ходатайствуйте. Авраам поклонился перед народом земли той, и говорил Ефрону, слух народа земли той, и сказал, если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, я похороню там умершую мою. Ефрон отвечал Аврааму и сказал, господин мой, послушай меня, земля стоит четыре со стихлей серебра, для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою. Авраам выслушал Ефрона, и ответил Аврааму Ефрону серебра, сколько он объявил слух сынов хетов, четыре со стихлей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамрея, поле и пещеры, которые на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Аврааму, перед очами сынов хета, всех входящих во врата города сего. Вот туда теперь и Осипа, и из плена принесут, надо в собственность иметь. Потеряевки это собственность. Вот как, а здесь нет, и похоронили тут у нас знакомые, пришли, а надписи стирают, там они говорят, переколачивают, переписывают эти, выдергивают, стелы эти, ну и все, еще и нету. Так что, Потеряевки хорошо, хорошо, легко рождаться, и дешево умирать. Богу нашему слава. И главное, что за тебя молятся, и на глазах, ты в больницу далеко не везти, ну все рядом. Особенно вот это вот. Я наказал, ничего не брать, ни кровь не переливать, и прочее такое. А почему? Ну это моя воля. Зачем это нужно? Не было у родственников, у нас никогда этого не было. Богу слава. Благодарю. Спасибо, Христос.